Моисей был отвержен своим народом и столкнулся с сильнейшей оппозицией со стороны фараона. Абрам, у него детей не было. Снова и снова мы можем видеть, что Бог позволяет видению умереть. И если Бог намеревается сделать нечто, чрезвычайно нечто особенное, Он позволяет видению умереть второй раз и, может быть, даже третий раз. Вспомните, что Иосиф, когда он попал в дом Патифара, вроде бы казалось, что все к лучшему повернулось. Но потом его снова бросили в тюрьму. Потом в тюрьме он в Виночерпию и Хлебодару истолковывает их сны и, вроде бы, забрежила надежда, что выпустят. Но он проводит в тюрьме еще три года. Ешуа, его не просто отвергли, в конце концов, его просто убили. Это для его учеников было... Просто сбило их с толку. Абрама был сыном. Абрама был сын. Абрама был сыном. Абрама был сыном. Абрама был сын. И Sarah continued to be childless. Он был сыном. У Авраама, вот когда у него родился Измаил, это было второй смертью его видения. Потом Бог ему говорит убить своего сына Исаака. И что говорила Библия? Если пшеничное зерно не упадет в землю, и что? Если оно не умрет, оно останется одним. Пока видение не умрет, оно не исполнится. Но если оно умирает, в соответствии с этим местом в послании к Коринфянам, оно принесет намного больше плода. Посмотрите, что произошло с Моисеем, с Иосифом, с Авраамом. И Иешуа, Он воскрес. И значит, первое. Должно быть видение. Бог дает видение. Номер два. Видение умирает. Номер три. Сверхъестественное исполнение видения. Вы можете рассмотреть все эти случаи в жизни Авраама, Иосифа, Моисея, в жизни Иешуа. Исполнение видения было намного величественнее, чем они ожидали. И в процессе они были намного более сокрушены, преломлены, и намного больше вопили к Богу в процессе этом. В книге Деяний написано, что Моисей был силен в слове и в деле. В Деяниях, в седьмой главе, в втором стихе написано, И научен был Моисея всей мудрости египетской, и был силен в словах и в делах. Но когда Бог через сорок лет пришел к нему в пустыне, и видение, оно уже умерло. И Моисей сказал, я не могу говорить. Он настолько разуверился в себе. Он в конце концов уже был в таком состоянии, в котором Бог мог его использовать. Он был в таком состоянии, когда Бог, действуя через него, мог получить всю славу, которая уже Моисею не могла быть приписана. И в процессе умирания, видения, работают две программы. Это очень важно. У Бога есть строительная программа, и у Сатаны есть строительная программа. Программа сатаны – это разрушить работу Божью в вашей жизни как можно больше. И в 1 Коринфянам в 11 главе 4 стихе написано, что Сатана может прийти в облике Ангела Света. В процессе умирания видения Сатана будет приходить и искушать вас исполнить видение своей силой и своими способностями и своей человеческой мудростью. А Божья программа построения она направлена на то, чтобы выработать характер Иешуа в нашей жизни. Бог хочет сделать нас более терпеливыми. А что такое терпение? Терпение – это ожидание совершенного Божьего времени. Независимо от того, насколько это неудобно, Бог хочет произвести веру в нашей жизни. А что такое вера? Это знание того, что Бог будет делать. Вера – это не попытка заставить Бога делать нечто на основании тех идей, которые есть у нас. Вера – это знание того, что Бог хочет делать и ожидание его действий. Бог хочет выработать смирение, кротость в нашей жизни. А что такое кротость? Это когда мы отдаем наши права и наши собственные планы Богу, и вместо этого принимаем Его планы и Его права. В процессе умирания видения, Бог хочет выработать в нас самоконтроль. Чтобы мы не пытались бежать раньше совершенного Божьего времени. Чтобы мы научились управлять нашими эмоциями. Чтобы мы, попадая в неудобные для нас ситуации, не вели себя грубо с другими людьми. Самоконтроль – это способность контролировать нашу душу и наши реакции. И нужно быть уверенными, что наши души, они подчиняются нашему Духу. Я уверен, что наши души подчиняются нашему Духу. В теле Мессии есть некое заблуждение. Это заблуждение в том, что наши дары, они важнее нашего характера. Или заблуждение, что наше служение Богу, оно важнее, чем отражение нами Его образа. Нам необходимо, нам важно знать пути Божьи. И также понимать, что есть вот эти две программы строительства, или развития Божьей и Сатаны. Ожидание, оно необходимо для того, чтобы наш характер усовершенствовался. И для приготовления нас для более великого служения. Я понимаю, что, к большому сожалению, многие верующие не выполнят предназначение Божьего для их жизни из-за того, что они не знают путей Божьих. Влияние их будущего служения, оно ограничено, из-за того, что они не понимают этого принципа умирания видения. Необходимо понимать пути Божьи в процессе умирания видения. Давайте мы еще прочитаем один стих, и потом мы сделаем перерыв. Псалом 94. Возможно, это... В английской Библии на один псалом больше. 40 лет я был раздражаем родом этим. 10 стих 94-го псалма. И сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. Давайте помолимся. Отец, я верю, что ты начал вкладывать твое видение в сердца тех, кто находится в этой комнате. У кого-то это видение уже умерло, а у кого-то оно в процессе умирания. И, Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, Ты наблюдай за этими посеянными семенами. Господь, я верю, что единственное, что может остановить нас, это... Я верю, что единственное, что может остановить сверхъестественное исполнение этого видения, это неверие и решение уйти. Господь, Ты видишь наши слабости, немощи. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам понять Твои пути. Пусть вера в наших сердцах. Дай нам веру в сердце, что Твои пути будут совершены в нашей жизни. Не позволь нам быть, как детям Израиля, которые из-за своего неведения умерли в пустыне. Но, Господь, позволь нам быть, как Моисей, как Иосиф, как Авраам, которые видели великую славу имени Твоего посредством того, что Ты делал в их жизни. Господь, я молюсь о том, чтобы каждый здесь исполнил свое полное предназначение. И чтобы мы сотрудничали с Тобой в процессе умирания видения. Во имя Иешуа. Аминь. Хорошо, давайте сделаем перерыв. Хорошо, давайте пройдем дальше по тому списку, который каждый из вас имеет уже. Что же такое консультирование? Второй пункт. Counseling is guiding a person to be able to distinguish between his natural inclinations and the non-optional principles of God's Word. Can you see it under B? Um... So... Just read that sentence there. Please, once again. No, I mean, can you just read it? It's there. It's number B. What is counseling? We just talked about A. Now B. Ага, it's a B. Консультирование – это направление человека к тому, чтобы он был способен к развлечению между своими природными склонностями и неоспоримыми принципами Слова Божьего. Уин, please tell when it will be the lunch break. Well, it's in 15 minutes, isn't it? Do you want to change it? I understand. It's in 15 minutes. What do you prefer? 15 minutes later, or you want to change the time? It's fine. We can have it in 15 minutes. It will be 15 minutes. It will be 15 minutes. Unless you... Okay. Olya has a question. Okay. So, all the... What we were discussing about vision, it's everything related for the first point about counseling? Yes. Да. And how to add it? Well, do you have the syllabus there? У тебя есть распечатка? It talks about... It talks about... God's overall purpose and God's specific purpose. Божья общая цель, здесь говорится, и Божья конкретная цель. Is that in the Russian... Там есть это в русском? Yes. And that we... The point is, is that... We've got to be able to see life from God's point of view. And... It's very important for us to understand that God's purpose for our lives. We've got to... In counseling, we must help people find purpose. And so this is a way we can help them find purpose. By teaching, by explaining these things. В консультировании нашей целью является помочь людям найти цель. И мы, используя вот эти принципы, помогаем им эту цель найти. So it means... Извините. It's related to the point of the specific goal for every man. Yes. Да. In counseling, we want to help people to look at a higher perspective. И консультированием мы помогаем человеку взглянуть как бы с более высокой перспективы на ситуацию. And I focused on purpose, because that's an example of how we must help people gain a higher perspective. И целью является помочь человеку получить более высокую перспективу. Is that okay? Нормально? Okay. Хорошо. Yes. One more question. Yes. Да. So, counseling is an explanation for the person, God's plan for him. Well, when I'm talking about what is counseling, I'm just going to talk about some principles. Когда я говорю о консультировании, я говорю о некоторых принципах. И здесь я объясняю, как помочь человеку отвлечься от собственной перспективы и взглянуть на ситуацию с точки зрения Бога. Когда люди приходят к нам и говорят, что они столкнулись с проблемами, раздражениями или обязаны за что-то отвечать, то мы должны помочь им увидеть ситуацию с Божьей точки зрения. Какое, ради чего они, что называется, страдают. We need to understand it in our own lives, and then when we understand it in our own lives, we can help other people find purpose, too. И понимая, имея понимание, происходящего в нашей собственной жизни, мы можем и другим помочь понять, что происходит в данный момент в их жизни. Does that make sense? Понятно? Хорошо, давайте перейдем ко второму пункту. В притчах 14 главе в 12 стихе говорится Говорится, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. 14-12 То, что кажется нам правильным путем, обычно просто прямо противоположно пути Божьему. Когда мы следуем нашему естественному образу мышления, то, как правило, потом мы пожинаем разрушительные последствия. Например, Был отец, который был весьма разочарован своим сыном. Он давал определенные задания, но сын их никогда не выполнял. Естественным желанием отца это было его, это было сына позвать и отругать за то, что он не выполняет то, что отец просит его делать. Потом отец понял этот принцип. Что его естественные Отец понял, что его природные склонности и желания, они прямо противоположны желаниям Бога. Хорошо, он подумал, а что же является прямо противоположным тому, чтобы сына отругать? Ответ был такого – похвалить его. Отец задумался, интересно, а за что же его хвалить? Ага, потом отец вспомнил, что, оказывается, сын делал, исполнял некоторые его поручения, а он его за это ни разу не похвалил. Он позвал своего сына, и он его позвал и сказал ему, как ему приятно, что у него есть такой сын, и поблагодарил его и похвалил за некоторые вещи, которые сын исполнил раньше и за которые он его не хвалил. Сначала сын был потрясен. Потому что отец обычно его ни за что не хвалил, он его обычно похвала сочеталась с руганью. И из-за этого неожиданного ободрения сын с перепугу сделал все то, что отец его раньше просил сделать, что он не сделал. И у отца был уже хороший повод его еще больше похвалить. В консультировании мы должны понимать, что естественные природные склонности, они часто противоположны тому, что Бог хотел бы, чтобы мы делали. А, и вот в свете этого я хочу сейчас поговорить об отношении людей самим к себе. Есть такой принцип, по которому Бог нечто делает. И надлежащее понимание того, как действует Бог, без правильного понимания того, как действует Бог, у нас вряд ли появится правильная самооценка. И отношение нас к самим себе оно будет влиять на то, как мы смотрим на Бога. Будет влиять на то, как мы смотрим на власть. Будет также влиять на то, как мы принимаем или отвергаем себя. Если мы слишком требовательно относимся к своей внешности. Или же мы становимся человеком таким целостным. Наша самооценка и отношение к самим себе имеет весьма такое проникающее, сильное влияние на наши взаимоотношения с Богом. Многие проблемы появляются из-за заниженной самооценки. Множество проблем у людей появляется из-за неправильной, заниженной самооценки. Какие факторы влияют на образ нашего восприятия самих себя? Номер один – наша внешность, наша личность. Первый. 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 Наша внешность, наша личность. Сейчас время перерыва. Я думаю, что сегодня мы не закончим в 2.45 или в 2.35, а мы закончим в 2.00. Мы остановились на самооценке. Какие молды? Какие факторы созидают в нас правильную самооценку? Хорошо сказано. Я отвечаю на вопрос. Значит, какие факторы влияют на созидание правильной самооценки? Первый. Наша внешность и наша личность. Давайте обратимся к притчам 31.30. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна похвалы. Здесь говорится о благочестивой жене, благочестивой женщине. Но здесь мы смотрим на принцип. Да, она написана, что... Здесь говорится, что шарм и красота, они привлекательны, но они обманчивы. Другими словами, это не является истинной красотой. У нас есть такой конкурс, называется Miss America, где каждый из 50 штатов выбирает самую красивую представительницу штата. Я знаю, что они делают то же самое в Украине, в России. И таким образом собираются 50 красивых женщин. И им задается вопрос. Вот если бы у тебя была возможность изменить что-нибудь в своей внешности, стала ли бы ты менять это? И 90% из них отвечают обычно, что да, если бы была возможность, я бы изменила. Ага, мои голени чересчур длинные. Или я очень маленькая ростом. Горбинка на моем носу. А одно ухо немного ниже другого. Большинство людей не отмечают, не обращают на это внимания, но красавицы, они о себе это знают. Давайте в 138-й Псалом обратимся. С 13-го по 16-й стих. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве Матери Моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои. И душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Образуем был во глубине утробы. Зарадыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И этот отрывок говорит, что мы чудесны, и мы созданы Богом. Мы еще были предписаны еще до нашего рождения. Некоторые люди себя чувствуют очень такими униженными и подавленными из-за своей внешности. Давайте к 53-й главе Исаии, к 2-му стиху обратимся. Здесь описание Сына Божьего, Его внешности. Всемогущего Бога избрание конкретной формы, которую принял Сын Божий воплоти. Некоторые думали, наверное, что когда Иешуа придет, он будет выглядеть, как Шварценеггер. Или какой-нибудь очаровательный киноактер. Но посмотрим, как Исаия его описывал. Исаия 53-я глава, 2-й стих. Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Оригинал текста говорит, что внешность у Него не была такой, которая бы привлекала к Нему. То есть, что Он не был привлекательным. Сын Божий, Он не выделялся своей внешностью. Многие люди чувствуют себя униженными, или, скажем, низко себя чувствуют из-за своей внешности. И самооценка, которую мы имеем, частично формируется благодаря нашей внешности. Также наша самооценка формируется способностями и интеллектом. Я не собирался уделить время, чтобы поделиться моим свидетельством. Но я являюсь доктором философии, который можно получить в Европе. Я являюсь доктором философии. Это наивысшая ученая степень, которую человек может иметь в Соединенных Штатах. Но вот на что я хочу обратить внимание, что когда я проходил тестирование на интеллектуальные способности, вот мои данные интеллектуальные, этот тест показывал чрезвычайно низкие данные. По сравнению с другими людьми, мои интеллектуальные способности были чрезвычайно низкими. Когда я заполнял тест, экзамен для поступления в университет, то результаты этого теста, они были очень отрицательными и говорили о том, что в университете, скорее всего, я не буду иметь успеха. Я смотрел на результаты этого экзамена и думал, боже, я настолько глупый. И потому что у меня не было таких интеллектуальных способностей в сравнении с другими людьми. И я могу рассказать целую историю, как каждый последующий экзамен у меня были оценки низкие, низкие, низкие. Но Бог, Он вложил в меня такое упорство. Я был очень такой упорный, настойчивый. И через эту настойчивость, по благодати Божьей, я был успешен. И некоторые люди, они очень зависимы от того, что другие говорят об их интеллекте, об их способностях. Бог призвал меня учиться много лет. Может быть, Он вас не призывал к тому же самому. Но чтобы Бог не призвал вас делать, не сравнивайте себя с другими. Потому что я много лет страдал от осознания того, что я ниже среднего, что я просто глупец. И также один из факторов, формирующих нашу самооценку, это родители. Если у нас нет родителей, то мы относимся к особой категории. Бог говорит, что Он отец тем, у кого нет родителей. Некоторые из вас из семей, в которых родители развелись. У многих из вас болезненные воспоминания от ран, которые вы получили в своих семьях. Но Бог рисует очень особенную картину вашей жизни. Бог не разводил ваших родителей, и не Бог вас помещал. Но Бог, может быть, не разводил ваших родителей. И не Бог создал такие обстоятельства, в которых вам пришлось страдать. Но Он использует эти обстоятельства как раму для той картины, которую Он рисует в вашей жизни. Бог рисует чудесную, прекрасную картину вашей жизни. И ваша внешность, она уникальна. Родители, которые у вас есть. Родители, которые у вас есть. Способности и интеллект, которые Бог дал вам. Все обстоятельства в вашей жизни. Они будут, вот эти все обстоятельства и, может, страдания, они будут той рамкой, которая будет, скажем так, еще больше выделять красоту картины, которую Бог рисует вот с вас. Да, рамка картины, она будет подчеркивать и выделять красоту самой картины, которую Бог рисует с вашей жизнью. Наши дела, наши друзья, наше окружение. Переживания прошлого. И все это влияет на то отношение, которое мы развиваем по отношению к себе. Когда мне было 13 лет, в школе обычно это время, которое запоминается. У нас есть чувство неуверенности еще, мы стараемся построить... Да, мы очень ранимы, мы стараемся самооценку построить как-то. Я вспоминаю, как я когда-то шел по залу. Он позади меня шел парень, который был такой накачанный и он, Уэйн использует такое сравнение, он был мистер в кавычках все в школе. И он меня назвал по фамилии и сказал Уэлкс. «Ты ходишь как обезьяна». Я подумал, ооо, может я и в самом деле хожу как обезьяна. Может, мои ноги, ступни разбрасываю слишком в стороны, когда иду. Да, я стал обращать внимание на то, как я хожу после этого. Потом мне кто-то сказал, Уэлкс, ты выглядишь как обезьяна. И у меня появился обезьянный комплекс неполноценности. Я смотрел в зеркало на свое лицо. Я думаю, надбровные дуги, они так выделяются. Может, я похож в самом деле на обезьяну. Да, это, скажем, на меня производило большое впечатление. И, вы знаете, в таком возрасте люди могут говорить очень жестокие вещи. Ну, каждый из нас имел подобные переживания. И это влияет на нашу последующую самооценку. И почему мы чувствуем себя так низко? И Павел во 2 Коринфянам 10 главе 12 стихе объясняет это. 10 глава 12 стих 2 Коринфянам здесь говорится, Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Мы чувствуем себя низко, потому что мы сравниваем себя с другими людьми. Разрешите вам открыть секрет. Внешняя красота. Интеллект. Успех. Не относятся к внутреннему счастью. Позвольте я еще раз повторю. Внешняя красота, успех, интеллект не относятся к внутреннему счастью. Другими словами, чем привлекательнее мы снаружи, тем большее искушение для нас грешить. Когда я ходил в школу, некоторые из самых красивых и популярных в школе людей, я их, если встречаюсь сегодня, и я на них просто отпечаток греха, и от их красоты ничего не осталось. Ее вообще нет. И я встречаю других соучеников, которые ходили с Богом. Я их сейчас вижу, встречаю, и они просто излучают красоту Божью. И в них есть нечто весьма привлекательное. Внешняя красота, успех и интеллект, они не относятся. От них не зависит внутреннее счастье. У Бога есть универсальный вселенский идеал для вас и меня. И этот идеал, он внутренний, но не внешний. И вот этот идеал, это характер Иешуа, который должен быть сформирован в нас. Это важно. Наше счастье, оно зависит от способности переживать внутренний идеал. Наше счастье основано на нашей способности переживать внутренний идеал. Да, да, это правильно. Давайте обратимся к Матфею, пятой главе. Это Беатитуды. Паду? Беатитуды. А, Беатитуды. А, я понимаю. Это «хаппинес». Вы говорили «хаппий». А, точно. «Хаппий». Нет, это более… Это русский язык. Это «бетвен». 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 Давайте в пятую главу обратимся к заповеди блаженства. И Иешуа в своих Евангелиях показывает нам внутренний идеал. С 3 по 12 стих пятой главы Матфея Он говорит нам «блаженны нищие духом». «Блаженны плачущие». «Блаженны кроткие». «Блаженны милостивые». «Блаженны чистые сердца». «Блаженны,自然» «Блаженны», «Блажен gray», «блаженны», «блаженны, своююртель». «Блажен McKinnan» «блаженны». «Блажен 코ф proclaiming Yorajim» «Блажен DIY» Самоценность, они базируются на том идеале, который показывает Иешуа, на том внутреннем идеале, который показывает Иешуа. Есть такой евангелист в Соединенных Штатах, который Урова зовут Дэйв Ривер. Ему было 19 лет, он был верующим. Он недавно женился. Он был чрезвычайно посвященный верующим. Он был очень хорош собой, прекрасно сложен. И он попал на войну во Вьетнаме. И он был избран, его взяли в такую элитную команду, которая называется «Морские котики». И он в этой группе «Морских котиков» был единственным верующим. И ночью, когда другие солдаты, они там занимались аморальными вещами, то он сидел в своей палатке, читал Библию, думал о жене. И остальные солдаты сделали из него посмешище, смеялись над ним. Потому что он не делал тех безбожных вещей, которые делали прочие. И однажды он пошел к реке. Вместе с тремя или четырьмя другими морскими котиками. И его целью было выжечь кусты, которые были на мели, на отмели посреди реки, чтобы там снайперы не могли прятаться. Потому что позднее должен был идти проходить военный корабль, и они хотели, чтобы было пространство чистое, чтобы не было снайперов. И у него в руке была фосфорная граната. Ее нужно было бросить в кусты, и они должны были гореть. Он выдернул чеку, и хотел бросить уже гранату. И пуля снайпера попала в эту гранату. Как раз, когда он держал ее у головы. И она взорвалась в его лицо. Да, и она его просто сбросила взрывной волной в воду. С лодки. Но фосфор, он продолжает гореть даже в воде. У него полностью сгорело лицо, и пальцы отгорели на руке. И когда он вынырнул из воды, горящий, его первые слова были, когда он вынырнул, которые он прокричал тем солдатам, своим спутникам, которые были в лодке, и смотрели на него. «Бог, я все еще верю в Тебя». Они были в шоке. Они его вытащили в лодку. Быстро его отвезли в госпиталь. Его, значит, ухо сгорело, глаз. Волосы сгорели, рот сгорел. Губы. У него была обожжена, значит, сгорели два пальца предплечья. Половина тела, правая половина тела была обожжена. Он был очень тяжело обгорел. Этот, ага, да, короче, лицо его, и рука, и все это было обезображено до конца жизни. И рядом с ним лежал тоже тяжело обгоревший человек. И пока он ожидал, как его жена прилетит из Америки посмотреть на него, человек, который рядом лежал с ним в кровати на соседней кофе, жена того человека приехала навестить его. И как только она его увидела, она сняла кольцо, бросила между их кроватями, и сказала, что я не хочу быть виновен к человеку и прыгать из квартиры. Удивитель? Удивитель? Удивитель. 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 Не влечитель, но просто... Да. Да, просто что-то. Удивитель, увлечитель, что-то. Ты не хочешь быть виновен к человеку. Короче, она сказала, что она бросила свое кольцо и сказала, что она не хочет быть замужем за таким поджаренным или обгорелым человеком. Через два дня тут человек от горя умер. И вот этот брат, он был с таким страхом, ожидал приезда своей жены. А он всего лишь несколько месяцев был женат до того, перед тем, как он должен был поехать. Ему было 19 лет, и он должен был идти в армию. И как только его жена увидела его, жена просто замерла на одно мгновение, обняла его, и сказала, что я доверяю вам до конца жизни. Он немного знал, по мере того, как он узнавал о плане, который Бог имеет для него. И сейчас он широко известный евангелист. И Бог открыл ему дверь, говорить ветеранам Вьетнамской войны по всему миру. И он многих из них привел к Господу. Он такой смешной. У него потрясающее чувство юмора. И когда вы его первый раз видите, то вас это шокирует, потому что ожоги ужасны. Но когда вы слышите, как он говорит, и вы начинаете ощущать его дух, то из него такая красота Божья исходит, что вам хочется все время находиться рядом с ним. Воистину, у Бога внутренние стандарты намного выше, чем стандарты внешние. Я попрошу Бога, чтобы Он показал, есть ли у вас какие-либо области жизни, в которых вы неблагодарны Богу. За то, какими Он вас создал. Потому что если вам не нравится тот образ, то тогда вам трудно будет доверять Создателю. Понимаете? Господь, мы просто просим Тебя, покажи нам, есть ли какая-то область. Боже, есть ли какая-то неблагодарность в нашем сердце за тот образ, по которому Ты создал нас? И если что-то придет в Ваш дух, в Ваш дух, нечто, что Вы не принимаете, я просто хочу, чтобы Вы поблагодарили Бога за то, какими Он создал вас. И скажите, что бы это ни было, скажите, Господь, вот за это ты знаешь, что Бог? You know, Paul боasted in his weaknesses. Paul boasted in his weakness. He said, I boast in my weakness that the grace of God may be upon me. Do you know this? Boast? Like, connect with a soul. It's what? Connect with a soul. Павел говорил, что он благодушествует в своих немощах. Вот кажется так. Павел благодушевствовал и хвалился своими немощами. Павел, он хвалился своими немощами. Когда вы людей консультируете, помните о важности самооценки. И в своей жизни вы просто объединитесь с Богом в том прекрасном образе, в котором Он создал вас. Потому что ваша внешность, тот образ, каким Он вас создал, они чрезвычайно важны для Него. И ваша внешность, ваш образ, он является той рамкой, в которую Он создал.